Я приветствую всех, кто зашел на это видео. Меня зовут Татьяна. Многие из вас, наверное, уже определились с выбором семян. Но кто-то находится в замешательстве, не знает, что приобрести. И я вам хочу облегчить это состояние и посоветовать свой любимый томат. И также, если вы не гоните за новинками, за экзотикой, предпочитаете гроздевой томат, без посынкования, то этот томат именно для вас. От сибирского сада приобрела несколько лет назад французский гроздевой. Изысканно красивый засолочный сорт. Он не только засолочный, можно его с удовольствием и так кушать. Сейчас я вам покажу в дальнейшем свои фотографии по ходу действия и расскажу немного о нем. Что как сумеет, так уж и расскажу. Сорт этот считается детерминатным. Высотой в открытом грунте до 1 метра, в защищенном до 1,5 метров. Но что хочу сказать. То, что мои впечатления о выращивании, и сами потом увидите, разнятся с тем, что здесь написано. Ничего это не мешает. Чтобы он остался у меня на долгие-долгие годы. Так как он мне очень нравится. И по вкусу, и по урожайности. И уходит от фитофторы. В общем, можно сказать, ничем не болеет. Даже вершинка его не берет. В общем, все. Сейчас по порядку я вам покажу и расскажу. Хорошо? Всем приятного просмотра! Уже в зеленом виде. Они прекрасно. Не правда ли? Я выращивала и в 2 корня в 1 лунку. И вела и в 3, и в 4 ствола. В общем, я ему позволяла резвиться, как он хочет. Как он пожелает. Стебли у него не очень мощные. Не очень толстые такие. Листья тоже. Так что можно обрезать, оборвать лишнее. Растет гроздями. По 6-10 штук. Плодики такого ярко-красного цвета. Выровненные, блестящие. Без какой-то желтых прожилок. По крайней мере, у меня. Весовая категория у них замечательная. Даже вот 140 грамм. На разрезе, как видите, прекрасен. Ну, куда еще лучше-то. Засолки в консервации. Просто так поесть. И многие говорят, что пресен. Ничего подобного. Никакой преснятины в нем нет. Томатный вкус. Зато смотрите, как созревает. Правда, вот гроздь созревает у него к концу лета. Как бы рано не посадили. Но вот самая мощь у него приходится на конец лета. На конец сезона. Но это нам что и хорошо. Нам это на руку. Так как мы хотим все-таки подольше сохранить. Очень хорошая у него лёжкость. Я вам скажу. Замечательно хранится этот томат. Этот 19-го года. Вот у меня фотографии. Видите, сколько их. Их ещё тут, как мне одна сказала, пол Китая можно накормить. Хотя это уже вот и сентябрь. Вот от фитофторы уходит. Это вот уже середина октября прошлого года. Видите, уже горчица везде растёт. А он всё плодоносит и плодоносит. Вот. Съёмка была у меня последняя. Это 19-го октября. Всё после морозов. Так что вот вам рекомендую, друзья. Вы не пожалеете. Всем пока.